Добрый день, уважаемые участники Всероссийской Олимпиады по русскому языку. Вашему вниманию предлагается видеоразбор заданий, которые вы выполняли. Большинство заданий с 9, 10 и 11 классов совпадают. Разберём вначале те задания, которые были в каждом из трёх классов. Итак, первое задание было по фонетике. Как вы знаете, вам было предложено два текста. Первый текст взят из немецко-русского словаря. Представлены примеры русских и немецких слов, соответственно, с разницей в правописании, латиница и кириллица. И второй текст – это фрагменты, где приводятся примеры из списка наиболее потребительных фраз. То есть авторы, создатель этого задания обращает ваше внимание на то, что предложены два текста, два фрагмента. Это очень важно, потому что вопросы, которые будут сформулированы, будут как раз связаны с сопоставлением этих фрагментов. К сожалению, далеко не все поняли это и, соответственно, плохо справились с выполнением этого задания. Кроме того, обращаю ваше внимание на примечание 2, где прописано, что каждый элемент ответа должен быть проиллюстрирован примером. К сожалению, на это обратили внимание также далеко не все участники и поэтому лишились тех баллов, которые могли бы получить. То есть явление представлено, но не проиллюстрировано примером. Разработчики заданий не предусматривают баллы за то, что явления просто названы, а примеры не даны. То есть я предупреждаю заранее, за что были сняты с вас баллы. Итак, обратимся к конкретным примерам, конкретным ответам на вопрос. Итак, вопросы к тексту 1. И здесь опять возникают странные вещи. Часть участников Олимпиады решила, что данный вопрос первый адресован и к первому, и ко второму тексту. Поэтому, отвечая на вопрос, как передаются латинскими буквами русские буквы, обозначающие шипящие звуки, кроме букв Ж, Ш и Щ, решили написать букву Ч. Понятно, что данный ответ не принимался. Итак, здесь нужно было показать, как, то есть каким сочетанием, какой лигатурой передаются шипящие звуки Ж, Ш и Щ. Данная лигатура была одна. И привести конкретный пример. Если лигатура была эта приведена, давалось 0,5 баллов. Если были приведены соответствующие примеры употребления данной лигатуры на Ж, Ш и Щ, добавлено еще 0,5 баллов. Таким образом, 2 балла могли получить те, кто правильно ответил на этот вопрос. Еще раз говорю, если вы примеры не приводили, соответственно, просто за подачу букв Ж, Ш и Щ, за указание на то, что именно они передаются лигатурой сложной, вы баллов не получаете. Далее. Как в словаре обозначается латиницей буква Ц? В ответе вы должны были привести два примера, где опять-таки обозначается одной буквой З и сочетанием двух букв. И не просто еще раз отметить эти сочетания, но и привести конкретные примеры из текста. К чести участников хочу сказать, что многие указали правильно примеры и правильные сочетания. Как в словаре обозначается латиницей буква И? Правильным считался только один ответ. Если вы писали И, И, десятиричное, которое у нас было когда-то в кириллице, и приводили соответствующий пример. Если перед И употреблял кто-то Й, соответственно, данный случай не засчитывался. За правильный ответ на третий вопрос добавлялось 0,5 баллов. Четвертое задание по первому тексту. Можно ли считать, что в тексте буквы Я передаются латиницы всегда одинаково? Первая часть ответа нет, и многие справились с этим, внимательно прочитав вопрос и дав правильный ответ. И далее нужно было указать пять случаев специфического использования латинских букв, а точнее сочетания этих букв, и опять-таки привести пять конкретных примеров. Если вам это не было сделано, то, соответственно, свои 0,5 баллов вы не получили. Два с половиной баллов давалось за правильное выполнение заданий, потому что буква Я в немецких текстах действительно передаётся пятью различными обозначениями. И пятое задание, которое шло у нас по первому тексту, как бы вы по-русски записали слова, вот эти немецкие слова, если бы встретили это слово в словаре. Здесь участники, многие написали только одно слово. Варианты были сшить, что было явно неверным. Правильный вариант щит, правильный вариант шить и жить. Шить и жить, и щит, понятно почему, потому что эти шипящие не различаются и как раз вот передаются таким вот сочетанием. Две с латинские, с и х. То есть вот такой был правильный ответ на первое задание. Тот, кто ответил правильно и привёл все три слова, напоминаю, это щит, шить без приставки с и жить, тот получил полтора балла. Если вы одно или два из слов не привели, соответственно, этих баллов вы лишились. А теперь хочу зачитать вопросы к тексту номер два. Если допустить, что произношение фраз из текста номер два в языке восемнадцатого века и в современном языке совпадает, опишите особенности передачи живой речи на письме, используя примеры из списка наиболее употребительных фраз. И далее важное в сравнении с примерами из текста один. К сожалению, очень малое число участников во всех трёх классах внимательно прочли это задание и действительно сравнивали те примеры, которые даются в первом тексте, с примерами, которые даются во втором тексте. Если речь шла о сравнении, ваш ответ должен был построен по принципу «что общего?», потому что при сравнении мы обнаруживаем «общее» и «различное», и «что, соответственно, различное». Итак, каким должен был правильный быть ответ на данный вопрос? Начну с того, что прежде всего он должен был касаться исключительно фонетики. К сожалению, ряд участников почему-то решили, что ответ на этот вопрос связан с морфологией и приводили формы и инфинитива, и формы каких-то существительных, которые вообще здесь абсолютно неуместны. Первое задание, оно традиционно всегда идёт по фонетике. Тот, кто не первый раз участвует в региональном этапе, я думаю, должен эти вещи хорошо знать и учитывать. Итак, что нужно было сказать, отвечая на этот вопрос? Прежде всего, нужно было обратить внимание на то, что в текстах, которые у нас идут в табличке, то есть в тексте номер один, мы наблюдаем оглушение звонких согласных, точнее, его мы как раз этого явления не наблюдаем, а вот во втором тексте, во втором тексте это оглушение на письме отражается. Ну вот, например, обед готов, да, вот здесь происходит отражение на конце, а вот слово хлеб, да, если мы посмотрим в первой таблице, мы видим, что это не наблюдается. Так вот, данное фонетическое явление, оглушение звонкого согласного на конце, вы и должны были отметить как разницу, которая наблюдается в данных текстах. Обязательно сравнивая, а не просто говоря, что вот хлеб мы тут видим, что отсутствует оглушение, а сравнить. К сожалению, очень мало кто это сделал. Если вы это сравнение не сделали, то, соответственно, свой балл вы не получили. Далее. На что еще нужно обратить было внимание? Опять-таки в тексте номер два есть слово обед, где оглушение на конце слова не передается. Не передается. Объяснить, попробовать объяснить, с чем это связано. За каждое объяснение, а здесь их, возможно, два, вы бы получили, соответственно, какое-то количество баллов. Если бы вы указали на непоследовательность при передаче звучащей речи, то вы бы получили 0,5 баллов. Если вы объяснили отсутствие в слове обед, вот в первой фразе перехода Д в Т тем, что далее следовал звонкий Г, то вы бы получили даже целый балл. Вот, к сожалению, такого ответа о взаимодействии звуков, о так называемом явлении ассимиляции не сказал никто. То есть, соответственно, никто, ни один из участников не получил этот балл. Потеряли. Итак, первое явление, на которое вы должны были обратить внимание, касается оглушения. Второе явление, на что вы должны были обратить внимание, на отсутствие произношения О на месте, там, где в русском языке пишется буква Ё. Ну, например, слово ЛЁН и ЛЕН. То есть, данное явление, фонетический переход, ФО, не отражается. И об этом надо было сказать. Опять-таки, это касается текста первого. Во втором тексте, если мы посмотрим по цифре 2, чего ты пришёл, мы видим, что в слове «пришёл» данное фонетическое явление, а именно переход ФО на письме отражается. И это тоже нужно было записать отдельно, чтобы получить соответствующие баллы. Если вы не записали, понятно, баллов вы лишились. Если вы хотя бы определили, что данное явление здесь есть, а здесь нет, вы бы получили хотя бы 0,5 баллов. Ну и, соответственно, 0,5 баллов разработчики давали за приведение примеров. Но если явление не названо, соответственно, никаких баллов вы не получаете. Третье явление, на которое к радости проверяющих было обращено внимание, это так называемая редукция гласного. То есть, когда О в безударном положении произносится как А в первом предударном слове. Если оно наблюдается. Так, в тексте номер 2 не отражено произношение О как А в первом предударном слоге. Ну вот у нас, например, какое слово? Обед или готов. То же самое явление, в отличие от русского языка, не наблюдается и в первом тексте. То есть, редукции гласных в первом предударном слоге нет ни в том, ни в другом. Это вот как раз общее то, что характерно для обоих текстов. И четвёртое явление, которое вы должны были отметить, связано с тем, что в тексте номер 2 не отражено изменение звука Г, например, ЧИГО написано, да, звук В, характерное для живого произношения. То есть, были случаи, кто правильно указал это явление, что данный переход не отражается. И даже привели пример. Тот, кто это сделал, соответственно, получили свои баллы. То есть, если явление отражено, если указано, что вернее этого перехода нет, даётся 0,5 баллов. И если вы приводите пример, соответственно, за данный пример вам тоже даётся 0,5 баллов. То есть, вот таким образом нужно было ответить на вопросы. И любой вопрос, любой вопрос предполагал обязательное подкрепление конкретным примером. Если примера нет, соответственно, баллы вы недополучили. А баллов вы могли получить достаточно много, 16 баллов. 16 баллов. Следующий вопрос. Следующий вопрос был связан со словообразованием. Он тоже был в каждом классе. Единственное, что различается – количество лексем, предложенных для анализа. Итак, напомнив суть этого задания. Один школьник, читая словообразовательный словарь, выявил, что словарные статьи в нём строятся по определённым принципам. Например, «побежать» – глагол образован от глагольной основы. Понятно, от какой основы от глагола бежать. Способ образования профиксальный, то есть при помощи приставки «по». Приставка «по» имеет значение начинательного способа действия, а именно начала действия. То есть, по сути, мы видим с вами здесь три принципа. Отчего образован, способ образования – это разные вещи, дорогие мои, к сожалению, не все это учитывали. И значение приставки. Школьник выписал из словаря некоторые слова, и, учитывая только два принципа из тех, которые он выявил, распределил эти слова на пять равных групп. При этом пять слов остались вне групп. Ну, в классе девятом и десятом количество это меньше. Но так как в одиннадцатом, понятно, все слова данные, те, которые были в девятом и десятом, мы это задание рассмотрим именно на примере одиннадцатого класса. Итак, большинство участников справились с этим заданием и верно определили, что два принципа учитывал данный школьник, а именно способ образования и второе значение суффикса, потому что у нас все слова имеют суффикс «сет». То есть принципы были названы. Принципы были названы. Итак, давайте посмотрим, на какие пять групп все-таки следовало распределить, и какие слова остались вне группы. Нужно было доказать свою точку зрения и объяснить выбор. Выбор основываясь на выявленных принципах. И разработчики нам напоминают, что любая группа должна состоять не менее, чем из двух элементов. Не менее, чем из двух элементов. Итак, мы должны разделить все слова на пять групп, и пять слов у нас не должны войти ни в какие группы. Итак, напоминаю, что должно было быть в ответе, чтобы вы не пропустили ни одного из баллов, все получили в свою копилку. Итак, вы должны были определить значение суффикса «ец», который есть в каждом слове, и определить способ словообразования. В связи с этим следовало выделить пять следующих групп. Первая группа – слова, где суффикс «ец» указывает на лицо, обладающие определенным признаком, признаком, ключевое слово, способ образования суффиксальный, два слова «гордец», «удалец». Вторая группа – у данных слов, у слов второй группы суффикс «ец» указывает на лицо, выполняющее определенное действие. Способ образования также суффиксальный – «выходец» и «пловец». «Выходец» от глагола «выходить». Конечно, нет глагола «ходить». Способ здесь будет именно суффиксальный. Третья группа – слова, где суффикс «ец» указывает на лицо, выполняющее определенное действие, но способ словообразования иной – «сложение» и «суффиксация». Напоминаю, это слова «властолюбец» и «первопроходец». Тоже большинство правильно определило здесь эту группу. Четвертая группа – слова, где суффикс «ец» указывает на лицо, живущий в определенном месте, способ образования суффиксальный. Это слово «канадец» и «европейц». Тот, кто живет в Канаде, тот, кто живет в Европе. И пятая группа – тоже была определена большинством участников правильно. Это слова, где суффикс «ец» имеет значение уменьшительности, также принималось преднебрежительности. И способ образования суффиксальный – это слова «доходец» и «огородец». Тоже были в каждом из этих классов. Итак, еще раз говорю, что большинство все-таки участников правильно разделили данные слова на пять групп. Вне группы остались слова «сослуживец». Сослуживец. Почему? Потому что данное слово образовано профиксально-суффиксальным способом, хотя значение совпадает с группой 2 и 3, то есть значение лица, наполняющего определенное действие, но раз способ другой мы не можем объединить ни с одной из них. Далее слово «рубец». Значение, кстати, его было указано. Это шрам, то есть шрам, который получен в результате какого-то конкретного действия. От глагола «рубить». Почему-то некоторые решили это слово отнести к значению «лицо». Уж не знаю, где они взяли это слово. Также было слово «резец». Некоторые, видимо, неправильно прочитали значение орудий. Тоже решили, что это человек, который режет, хотя есть слово «резчик» с суффиксом «чик» для обозначения лица, который занимается этим. То есть здесь вот были некоторые, к сожалению, оплошности участников. Итак, значит, «резец» – это предмет или инструмент. Соответственно, нужно было указать данного значения. Не было, но способ образования суффиксальный был. Особое внимание хочу обратить в 11 классе на слово «сидидомец», где в скупках помечено, что это новое слово, то есть неологизм. Тот, кто написал, что способ словообразования здесь – сложение плюс уффиксация, написал неверно. В ответах, в модели ответа, предложенной разработчиками, только единственно правильный ответ – это сращение. Сращение, которое образовано на базе сочетаний «сиди дома», тот, кто сидит дома. И здесь не является соединительной гласной, как в сложных словах. «Сиди дома», «сиди» – это суффикс повелительного наклонения, поэтому, безусловно, принять как сложение здесь нельзя. Это не сложение, но сравните со словом «первопроходец», «первый проходить» и «сидидомец». То есть, конечно, совершенно разные морфологические формы берутся для образования слова. Поэтому мы не учитывали ответ, если было написано, что здесь сложение. Это не сложение, это, конечно, сращение. Сращение двух слов, сращение суффиксации. Ну и со словом «глянец», которое тоже не вошло ни в одну из пяти групп, всё было благополучно. Все написали, что суффикс «ец» не выделяется. Ну и некоторые даже указали, что «глянец» – это слово «заимствованное». И почти все написали, что слово «глянец» – это всё слово «корень». Итак, как рассчитывались баллы за данное задание? Если вы правильно указали оба принципа, оба принципа правильно указаны, вы получаете один балл. Если хотя бы один из принципов назван неверно, то по критериям разработчиков ставится ноль баллов. Пожалуйста, не задавайте вопросов на апелляции, кто собирается приходить на апелляцию, почему ноль, ведь один из признаков я назван. Это не наше желание, это условие разработчиков задания. И, кстати, это будет и в последующих заданиях, которые мы будем разбирать. То есть, если один или одно из составляющих названо неверно, идёт обнуление, идёт обнуление, поэтому и такое небольшое количество баллов у некоторых получилось за задание. Далее. За верно выделенную группу, а напоминаю, у нас их пять, вы получаете по баллу. То есть пять баллов. Но, опять-таки, при условии, если правильно указано значение суффикса, правильно указан способ образования и даны необходимые примеры. Ну, там по два примера. Если хотя бы одно из условий не выполняется, то есть неверно указано значение суффикса, неверно определён способ образования, не даны или перепутаны примеры, то, соответственно, балла за эту группу вы не получаете. То есть помните, пожалуйста, об этом. Далее. За выявление слов резец, рубец, не вошедших в группы при наличии указания на значение суффикса и способа словообразования, тоже по баллу. Если, опять-таки, не указывается значение суффикса или неверно указан способ словообразования, а некоторые, к сожалению, даже и забывали указывать этот способ словообразования, опять-таки, получаете ноль баллов. То есть происходит обнуление. Многие это обнуление получили, судя по всему, из-за невнимательности. Решили, что не надо ещё раз писать способ словообразования. Далее. За выявление слов сидя, сидя домик, сослуживец, тоже не вошедших в группы, по два балла за слово, но только при объяснениях, при объяснениях, связанных со значением суффикса и способами словообразования. Опять-таки, если они даны неверно или вовсе не даны, вы получаете ноль баллов. То есть достаточно строго разработчики предлагают оценивать ваше задание. И за указание на то, что суффикс «ед» в слове «глянец» не выделяется, вы получаете один балл. То есть это необходимые условия при работе словом «глянец». Всё, со вторым вопросом переходим с вами к третьему заданию. Третье задание. Итак, у вас даны фрагменты четырёх поэтических текстов, где употребляется прилагательное «торный». Ну, в разных формах. Тропы торные. Так. Каменистый торин. Торный дорогой. Дорогой торный. Итак, предлагается выполнить следующее задание. Лингвист предположил, что в одном из приведённых выше фрагментов слово «торный» имеет авторское, то есть оккадиональное значение, противоположное тому, в котором оно употреблено в трёх остальных фрагментах. Истолкуйте оба этих значения, то есть то, которое является узуальным, то есть общим, которое находится в словарях, и то, которое является оккадиональным, а именно индивидуально авторским, соотнеся их с фрагментами поэтических текстов. Объясните, как возникло авторское оккадиональное значение. Итак, пойдём по порядку. Какой ответ должен был дан на этот вопрос? При указании правильно, что в тексте номер два слово «торный» является оккадионализмом, и указании значения вы получаете, соответственно, четыре балла. Если вы указали просто слово, но неверно указали его значение, а торный-то оккадиональный, то есть трудный, непроходимый, то, соответственно, двух баллов вы не получаете. За объяснение, что данное значение, то есть оккадиональное, возникло в результате контаминации со словом тернистый, слово должно быть обязательно тернистый, было употреблено, вы дополнительно получаете ещё два балла. Если, опять-таки, один из элементов отсутствует, балла, соответственно, вы не получаете. Так, это то, что касается первого задания. Да, ну и узуальное значение слова «торный» нужно было указать гладкий или ровный, привычный, лёгкий, проходимый. Ну, вот с этой частью задания, в общем-то, справились большинство благополучно. Большинство благополучно. Больше вопросов и неправильных ответов было на второй вопрос. Назовите глагол, от которого образовано слово «торный». Здесь, возможно, было только два варианта ответа, причём только один принимался как основной, а второй был дан с пометой «допустимо». Итак, «торный» большинство участников ответили верно образованно в глаголах «торить», и «допустимое» было «проторить», более такой известный глагол. Если это не было указано или был указан какой-то другой глагол, к сожалению, кто-то из участников решил привести глагол «торанить», имеющий совершенно другой корень, соответственно, ответ не засчитывался. Ещё раз напоминаю, бал давался, один бал давался, если вы написали глагол «торить», либо глагол «проторить», либо глагол «проторить». Других, к сожалению, вариантов не предполагалось. Ну, и ещё у нас тут с вами во втором задании есть подзадание. В данном прилагательном и производном глаголе представлен корень, который в исторически родственном бесприставочном глаголе содержит иную гласную, но если корень «тор», то обычное чередование связано с гласным «е». То есть нужно было написать понятно слово прилагательное. Глагол, да, тут требовалось у нас глагол «тереть». «Тереть» был единственно правильным ответом. Дорога торная, дорога протёртая. Других ответов не принималось. И так только глагол «тереть» бесприставочный глагол, который содержит другую гласную, гласную «е». И глагол, являющийся историческим родственником прилагательного «торну». Третье задание связано с этим вопросом. Был дан текст, отрывок из Николая Гумилёва. Здесь не просто было прилагательное «торну», а нужно было объяснить. Объяснить. Возможно ли понимание в данном отрывке слово «торну» в оказиональном значении, если на месте подчёркивания, то есть после прилагательного «торную» будет стоять запятая. Будет стоять запятая. Здесь, здесь и здесь нужно было дать два ответа, если вы хотели получить максимальное количество баллов. Первый ответ должен был звучать следующим образом. «Если запятая есть», «Слова там, где нет пути человеку», можно интерпретировать как уточнение к прилагательному «торну». Тогда прилагательное можно понять в оказиональном значении. Возможно и другое объяснение, а именно слово «там», наречие «там» – это обстоятельство, которое относится ко второй части приложения. Тогда дальнейший контекст никак не влияет на интерпретацию слова «торны», которое в таком случае можно понять и как лёгкие, ровные, и как тернистые. То есть вот такие два ответа предполагались на эту часть вопроса. Два толкования отрывка. Два толкования отрывка, когда слово «торны» могло пониматься в оказиональном значении. Соответственно, по баллу за каждое объяснение. Если объяснение не было дано в том виде, в котором я вам зачитала, то, соответственно, баллы вы не получили. Но многие и не получили. Четвёртый вопрос был несложным, но опять-таки незнание этимологии русского языка, незнание истории русского языка, к сожалению, не позволили значительной части участников справиться с этим заданием. Давайте разберём его. Итак, необходимо было просто заполнить пропуски, содержащие исторические однокоренные слова. Владимир Даль определяет существительное как дно основания. От данного слова образовано наречие, которое указывает на то, что действие осуществлено полностью, без остатка, то есть до самого основания. До тла. Здесь многие правильно вписали это наречие, но, к сожалению, были проблемы с орфографией. Кто-то написал его неверно, и, соответственно, балл свой вы не получили. Вообще, орфографических ошибок в ряде работ было достаточно много. Сразу предупреждаю, что работы с орфографическими ошибками апелляции не подлежат. Не подлежат. Баллы. Выполнение общего характера задания, если там не одно слово, а в целом задание идёт предложениями, но есть ошибки в правописании, баллы не снимались. Но вот если требовалось писать слово, и вы допускали орфографические ошибки, извините, но вы участник Олимпиады по русскому языку, соответственно, данные слова неверно написаны, вам не засчитывались. Ну, а существительное, связанное с наречием до тла, конечно, это слово тло. Продолжаем далее. В свою очередь, идея непрочного, повреждённого основания заложена в прилагательном утлой. Конечно, оно устаревшее, но, тем не менее, оно существует, и даже есть в словарях. Та же приставка, а именно приставка У, что и в этом прилагательном, представлено в глаголе, который означает ослабить, умерить, ну, понятно, корень тот же, прекратить что-нибудь. Некоторые написали верно, это глагол утолить. В то же время, однокоренной бесприставочный глагол указывает, с одной стороны, на процесс разложения органического вещества, а другой на медленное горение. Но здесь многие правильно вписали, это, конечно, слово тлеть. С этим же вариантом корней есть два прилагательные. Одно из них, тлеть, означает вечный, нетленная, например, литература. Другое прилагательное является сложным. Оно может быть заменено синонимом пагубный, пагубный, плохо влияющий, тлетворный. Тоже большинство справились. К этому же темологическому гнезду относятся существительные, относятся существительные, первые из которых обозначает насекомое, тля, переносно, а второе в переносном значении служит наименованием чего-либо, не имеющего ценности. Это существительное тлен. Некоторые ученые считают, что такой же исторический корень имеет и существительность среднего рода. Такое-то, поскольку объектом, обозначающим живое, целое, в его внешних формах не может существовать вечно, в отличие от души. Конечно же, это слово «тело», которое предполагалось, что вы пишете. Далее. Исторически родственным искомым словам является и глагол несовершенного вида, представленный в пословице «лукавых людях» в форме третьего лица 11 числа настоящего времени. Мягко стелет, да жёстко спать. Приведите эту форму. В скобках написано «приведите эту форму». Ребята, вы носители русского языка. Неужели трудно образовать от глагола стелить форму третьего лица 11 числа? Вроде нет, но тем не менее для некоторых это оказалось камнем преткновения. В ряде работ у участников 11 класса глагол «стелить» был выписан с ужасной орфографической ошибкой. «Стелит» вместо «стелит». Ну, о том, что данные участники, конечно, были лишены соответствующего балла за такую грубейшую орфографическую ошибку, я думаю, лишний раз напоминать не надо. То есть, к сожалению, были проблемы с правописанием. Кто-то написал «стелить». Надо было указать форму третьего лица единственного числа, по крайней мере, в ответах, в модели ответа было именно так. В то же время про людей, которые живут счастливо и беззаботно говорят, что их путь буквально и дальше. Закончите выражение, использовав в нем форму краткого страдательного причастия прошедшего времени от соответствующего однокоренного приставочного алкогола совершенного вида. Но здесь многие себя пожалели. Причастие написали, а выражение не закончили. Выражение, дорогие мои, это сочетание слов, а не одно слово. Поэтому, кто просто написал устлым, соответственно, сделал неверно. Такой ответ не принимался. Единственно правильный ответ, который принимался устлым, розами. Только такое выражение. Поэтому, соответственно, кто-то недополучил своего балла. И осталось два слова, которые большинство участников писали верно. Это несложные слова. Тот же вариант корня, что и в форме глагола из пословицы лукавых людях содержится в образованном суффиксальном способном существительном, который называют элемент обуви. Но обувь мы носим, не тот у нас климат, чтобы ходить без обуви, поэтому все практические участники правильно писали слово стелька. И последнее. Тот же вариант корня содержится в приставочном с точки зрения исторического словообразования, то есть в современном русском языке приставка не выделяется существительным женского рода. Ранее оно имело другое окончание в начальной форме, соответственно, иной тип склонения. Это слово постель, когда-то имевшую форму постеля. Но данную форму, я так понимаю, что не все хорошо знают, поэтому все написали современную форму и сделали правильно. Итак, очень коротко скажу о том, какое количество баллов предполагалось за данный ответ. В зависимости от сложности слов, а вы сами видите, что какие-то слова легко было вписать, какие-то слова было действительно вписать достаточно трудно, не зная историю языка, ставились разные баллы. По одному баллу ставилось за слово «тло», по одному баллу ставилось за слово «утлы», «утолить», «толетворный», «нетленный», «тля», «тлен» тоже ставился один балл, «устым, розами» тоже ставился один балл, и за остальные более простые слова поставилось по 0,5 баллов. Соответственно, если вы правильно не указали, баллы вы эти недополучили. оказался достаточно сложным вопрос 5, за который большинство участников получили очень маленькое количество баллов. А почему? А потому, что не умеем читать, не помним знаменитую фразу из поучения Владимира Мономаха «И же разумеет, кто чтет». Мы читаем, но мы не понимаем, а раз мы не понимаем, мы неправильно выполняем задание. Итак, еще раз хочу обратить внимание, что помогло бы вам выполнить это задание верно, не лишиться баллов, которые положены, если бы вы внимательно прочитав, обратили внимание на следующие вещи. Итак, в зависимости от способности присоединять прямое дополнение, большинство русских глаголов являются либо переходными, либо непереходными. Условно отнесем такие глаголы группе А. Однако есть глаголы, которые в разных значениях способны быть и переходными, и непереходными. Условно отнесем такие глаголы группе Б. Во-первых, мы должны помнить, что такое переходность. Я уж не буду сейчас напоминать. Надеюсь, что многие все-таки понимают, что переходность это способность существительного… ой, переходность это способность глагола соединять в существительном ввинительном падеже без презujemy. В некоторых лингвистических теориях при писании данного явления используют следующее обозначение. Опять-таки, всё расписано. С – подлежащее при непереходном глаголе. А – это деятель, тот, кто производит действие, выражается подлежащим при переходном глаголе. П – претерпевающий, тот, кто или то, что испытывает на себе действие, выражается прямым дополнением при переходном глаголе. И вот эту часть большинство пропустили мимо глаз или мимо ушей. Речь идёт о прямом дополнении. Прямое дополнение, позволю себе напомнить, – это существительное, которое стоит в винительном падеже без предлога. Почему-то в качестве примеров многие приводили формы творительного падежа, и настаивали на том, что нужно приводить такие формы, объясняя какие-то ужасно нелепые объяснения. Прямое дополнение – это винительный падеж, а не какой-либо другой. Ну, и третье обозначение – вербум по латыни – это глагол. Итак, дальше у вас приводятся примеры, чтобы вы поняли, в чём суть, что речь идёт о подлежащем, что речь идёт о прямом дополнении, что речь идёт о глаголе. И нужно смотреть на соотношение этих вещей. Итак, в предложениях Лёша гладит кота, Лёша смотрит телевизор, тот, кто смотрит – Лёша. Лёша. Лёша – это А. Почему А? Потому что вот оно у нас, подлежащее А, точнее, это у нас, да, это деятель при переходном глаголе гладит. На кого действие переходит? Это у нас с вами Р – кот на кота. Да, пожалуйста, вот вам вижу, кого кота, это винительный падеж без предлога. То же самое Лёша смотрит телевизор, одна и та же модель. А, В, П. Всё написано, всё понятно. А вот в предложениях кот спит и Лёша спит, подлежащее кота Лёша при глаголе – это С. То есть модель СВ, значит, напоминаю, что С – это у нас подлежащее при непереходном глаголе. То есть в данном случае глагол непереходный. Итак, всё, вся теория дана, надо только внимательно читать задание и делать. Первое, что нужно было сделать – из глаголов, перечисленных, разбиться, видеть, сыпать, надеть, которые можно разделить на две равные группы, определить. Значит, разделить их на две главные группы, определить, приводя примеры предложений по модели, предложенной выше, какие глаголы относятся к группе Б. Какие глаголы относятся к группе Б. Б у нас с вами – это те глаголы, которые могут быть в одном контексте переходными, а в другом контексте они могут быть непереходными. Понятно, что глагол «разбиться» здесь не участвует, потому что он возвратный. Все возвратные глаголы автоматически являются непереходными. Нет, всё равно кто-то из участников решил, что это не беда, то, что это глагол «возвратный». Итак, как нужно было сделать это первое задание? Первое задание. Итак, нужно было указать, что из перечисленных выше слов два глагола, а именно глагол «видеть» и глагол «сыпать» можно отнести к группе Б. То есть глаголы, которые могут быть в определенном контексте переходными, в другом – непереходными, соответственно, предложения могут быть построены с ними, с разными моделями. Нужно было привести предложение и показать, какой модели оно соответствует, то есть доказать. Например, Маша видит кошку. Модель АВП. Маша видит, Маша просто видит очень хорошо, например, модель СВ, потому что глагол «непереходный» в данном употреблении, и это надо было прописать. Нет, некоторые решили, что по умолчанию проверяющий так должен это понимать. Не должен, дорогие мои, всё надо прописывать. Не прописали, не надейтесь на то, что баллы будут поставлены. Потому что в критериях, которые дают разработчики, чётко написано. За приведённый глагол 0,5 привели видеть, получите свои 0,5 баллов. За верно приведённый пример глагола в разных употреблениях ещё по 0,5. За верное объяснение, указание на то, что глагол в данном случае переходный или непереходный, за указание модели ещё 0,5. И далее написано. Если указано неверно или не указано объяснение, дан неверный пример, соответственно, всё обнуляется. Поэтому, если вы в какой-то одной ситуации допустили ошибку, не указали модель, неправильно указали модель, неправильно привели пример, а это было чаще всего, когда особенно брали творительную поддержку, то, соответственно, баллы вы свои недополучали. Итак, здесь нужно было поработать только с двумя глаголами. Видеть и сыпать, и, соответственно, привести соответствующие примеры. Ещё на что хочу обратить внимание. К сожалению, очень немногие знают, что глаголы с постфиксом, или, как вы говорите, в школе с уфиксом вся, это другие глаголы, например, сыпать и сыпаться. Нельзя приводить примеры с этим глаголом, нельзя. У вас глагол сыпать, пожалуйста, и приводите с ним, тем более, что глагол сыпаться – это глагол возвратный, он не может быть ни в каком случае переходным. То есть забыли, забыли теорию, которую проходили в школе. Соответственно, за это вы баллы и недополучили. Второе задание. В группе B, в группе B, напоминаю, это глаголы, которые могут быть переходными. В одних случаях они переходными, выделяются фатгруппы. Опираясь на соотношение S, A и P, приведённых вами в пункте первом моделях, сформулируйте принцип, на основе которого выделяются эти фатгруппы, и проиллюстрируйте данный принцип на примерах. Опять-таки, проиллюстрировали, баллы получили, не проиллюстрировали, вам всё обнулили. Итак, какой должен был ответ на данный вопрос? Конкретно у глаголов группы B1 подлежащие в непереходном употреблении соответствуют подлежащему в переходном употреблении. Например, Маша видит кошку. Маша хорошо видит. Везде Маша, Маша подлежащая. Таким образом, к этой подгруппе относится глагол «видеть». Обязательно указать, иначе баллов недополучите. У глаголов подгруппы B2 подлежащие в непереходном употреблении соответствуют прямому дополнению. Пожалуйста, надо было прописать эту терминологию. Не прописали, баллы не получили. По крайней мере, разработчики указывают на это и предлагают проверяющим строго следовать. Соответственно, у глаголов B2 подлежащие в непереходном употреблении соответствуют прямому дополнению в переходном употреблении. Например, Лёша сыпал снег. Или другой пример, где глагол непереходный сыпал снег. То есть имейте, пожалуйста, в виду. Примеры нужно было привести. Таким образом, к этой подгруппе относится глагол сыпал. Итак, в подгруппе B1 подлежащие в непереходном употреблении совпадают с подлежащим в переходном. И предложение примера даны. А в подгруппе B2 подлежащие в непереходном употреблении соответствуют прямому дополнению в переходном. То есть разницу должны чувствовать. То есть речь идёт о членах здесь предложения. Так, следующее задание. Распределите под группой B1, B2 глаголы «Есть», «Лить» и «Читать». Каким должен был быть ответ на третий вопрос? Итак, в группе B1 относятся глаголы «Есть» и «Читать». Вот с глаголом «Есть» тоже возникли проблемы. Речь, конечно, идёт о глаголе в значении «употреблять пищу». Почему? Да потому что «Есть» – это форма настоящего времени глагола «БЫТЬ», а у вас все глаголы даны в форме инфинитива. Не надо было приводить глагол «БЫТЬ» в форме настоящего времени в своих контекстах. «Есть» – это форма инфинитива. Разговорный или просторечный его вариант «Кушать». То есть в этом значении только употреблялся глагол «Есть». Опять-таки это говорит о том, что не знаем, что такое форма инфинитива, что такое форма настоящего времени. Итак, в группе В1 относятся глаголы «есть» и «читать». Примеры, которые можно было перевести. Маша ест суп. Маша ест. Маша читает роман. Тут у нас с вами есть дополнение прямое. Маша читает. Здесь у нас подлежащее при переходном глаголе в последнем случае совпадает с подлежащим при непереходном глаголе. То есть здесь так и должно было быть прописано. Подлежащее в непереходном употреблении соответствует подлежащему переходному потреблению. Не написали, баллы снимаются. В группе В2 относятся глаголы «лить». Возможный пример. Лёш льёт слёзы. Слёзы льют. Подлежащее в непереходном употреблении соответствует прямому дополнению переходному потреблению. То есть вот такие термины должны были быть использованы в ответе. Если вы их не использовали, пожалуйста, не надейтесь на то, что баллы будут проставлены. Четвёртый вопрос. В какой подгруппе В1 или В2 будет относиться глагол «уйти», который в русском литературном языке является непереходным? Однако в разговорной речи нередко употребляется как переходный. Докажите свою точку зрения. Но здесь, к сожалению, не все поняли, что вот в разговорной речи этот глагол «уйти» будет употребляться не в прямом значении, близким к прямому, но тем не менее в переносном значении. И поэтому никто, никто, ни один из участников ни в одном классе не справился с этим заданием. Итак, как же должен был выглядеть ответ на данный вопрос? В разных значениях глагол «ыграть» может относиться и к подгруппе В1, и к подгруппе В2. Но этого недостаточно. Вы должны были объяснить, а в чём суть, и привести примеры. Например, группа В1. Маша играет во дворе. Маша играет партию в шахматы. В данном случае подлежащие в непереходном употреблении соответствует подлежащему в переходном употреблении. В группе В2 глагол «ути» может быть отнесён в таком примере. Лёша играет... Так, это я перескочила на пятое. Извините, вернёмся к четвёртому. Итак, глагол «ути» в русском литературном языке является непереходным. Мы уже это принимаем как экзаксиому. Лёша ушёл. В разговорном употреблении данный глагол будет относиться к подгруппе В2. Лёшу ушли с работы. То есть не он сам, а его ушли с работы. Понятно, что и данный глагол будет дан в кавычках. Когда подлежащие в непереходном употреблении соответствует прямому дополнению в переходном. То есть пример должен был быть именно такого рода. Если он был неприведён, конечно, мало кто мог дойти до такой тонкости. Соответственно, баллы вы свои недополучили. Балл выставляется только в том случае, если вы привели соответствующие примеры. Оба, не один из них. То есть это тоже оговаривается. Ну и последний, пятый вопрос, к которому я всё бегу и тороплюсь. Опираясь на выявленный вами принцип в пункте 2. Определите, к какой подгруппе В1 или В2 относится глагол «играть». Объясните, в чём будет заключаться неоднозначность. Здесь были не совсем правильные ответы, но по крайней мере ответы близкие к истине. Итак, как должен был выглядеть идеальный ответ, который предлагают нам разработчики. Итак, в разных значениях глагол «играть» может относиться и к подгруппе В1, и к подгруппе В2. Написали многие, но не все привели доказательства. Итак, нужно было привести примеры. Маша играет во дворе. Ну, понятно, что пример может был и не с Машей. Маша играет в партию в шахматы. В этих предложениях есть подлежащее. Оно одно, Маша. Подлежащее в непереходном употреблении соответствует подлежащему в переходном. Другой пример. Лёша играет. То есть это у нас будет, соответственно, В1. В2 Лёша играет на фортепианную музыку Рахманинова. И играет музыка, подлежащая в непереходном употреблении. Музыка играет, где у нас с вами, соответствует прямому дополнению в переходном. Это первое предложение. Лёша играет на фортепианную музыку Рахманинова. Данная группа ДВ2. То есть тот, кто не разобрался с сущностью прямого дополнения, соответственно, правильно это задание и не мог выполнить. Не мог выполнить. Следующее задание, шестое, связано с сочетанием «должен был». Ну, здесь немного, но были идеальные ответы, где был поставлен максимум баллов. 8 баллов проверяющий, проверял доктор наук, профессор. За одну, по-моему, или две работы он поставил высокие баллы. 8 даже за одну работу, за другую, по-моему, 7. Ну, а так не все, к сожалению, разобрались в тонкости данного задания. Итак, давайте разберем. Прочитайте 6 приведенных ниже предложений с конструкцией «должен был» плюс инфинитив. В одном романском языке при переводе их предложений использовались бы два разных прошедших времени. Назовем их А и Б. Поэтому данные предложения можно разделить на две соответствующие группы А и Б. Дальше приводятся эти предложения. Всего у нас их 6. И против каждого предложения указана как раз какая-то группа. То есть нужно было вникнуть в смысл предложения и определить значение данной конструкции. Итак, первый вопрос. Опишите значение конструкции «должен был» плюс инфинитив каждой из групп. И в группе А, и в группе Б. Здесь же нужно было ответить, почему предложение 5 может быть отнесено к обеим группам. И в группе А, и в группе Б. Можно было дать очень короткий ответ на этот вопрос. Не отдаваясь в какие-то подробности. Итак, нужно было просто сказать, что глаголы, что предложение группы А, точнее конструкция «должен был плюс инфинитив» имеет значение. Действие, выраженное в русском языке инфинитивом, имело место. То есть оно уже совершилось. Вот о чём нужно было сказать. Действие уже совершилось. То есть то действие, которое обозначает инфинитив глагола, инфинитив глагола уже совершилось. Должен был возвратиться. То есть он уже возвратился, соответственно. А глаголы группы Б, которые у нас входят в группу Б, обозначали действие, выраженное в русском языке инфинитивом. То действие, которое не имело действия ещё, не произошло, не имело места, оно ещё не произошло. Итак, группа А – произошло действие, группа Б – действие ещё не совершилось. Если вы указали правильно, то, соответственно, вы получаете за классификацию каждой группы, если действие совершилось, А – один балл, если действие совершилось, Б – второй балл. Если вы это не указали, соответственно, баллы эти не даются. Ну и далее нужно было правильно указать, что в предложении номер пять конструкция может пониматься двояко. Это уже заложено по каким причинам? Так как нет прямого указания на то, совершилось действие или нет. А что значит «нет»? Недостаточен контекст. То есть, если вы об этом сказали в той или иной форме, нет оснований, нет указаний, контекст не позволяет, то, соответственно, за это балл вы свой получили. Следующий вопрос. В какой группе А или Б вы бы отнесли следующее предложение? И дальше, соответственно, используя группы А и Б, нужно было характеризовать 7, 8, 9 предложения. Ответ был у нас А, А, Б. Тот, кто правильно просто указал, получил по 0,5 за правильный ответ. Итак, А, А, Б. То есть, 7, А, 8, А и 9, Б. То полтора балла вы получили. Третье задание. Приведите конструкцию, аналогичную конструкцию «должен был плюс инфинитив», которая могла бы заменить «должен был» в случае А, но не в случае Б, с сохранением смысла. Ответ тоже должен был быть коротким. Достаточно было написать, что речь идет о конструкции «был вынужден», «должен», «был вынужден», плюс инфинитив. Если вы это указали, то, соответственно, проверяющий балл вам поставил. И последнее, четвертое задание. Приведите видовую, видовую, помним, что совершенно несовершенный вид в русском языке. Пару русских модальных глаголов, их не так много, которые также различаются по смыслу, как и значение конструкции «должен был плюс инфинитив» в каждой из приведенных групп. Если вы правильно определили, что в одном действии совершилось, а в другом действии не совершилось, то труда не составит также и указать, с помощью чего в данной паре модальных глаголов выражается различие. Конечно, речь идет о модальном глаголе «мочь» и о его видовой паре «смочь», а приставка просто «с». Соответственно, если правильно глагола «видовая пара» указана, должна быть полностью она указана. Если она не указана, указан только один глагол, ответ не принимался. «Мочь» с «мочь» 2 балла и приставка «с». Соответственно, тоже вы получаете небольшой бонус весом 0,5 балла. Следующее задание, седьмое, оно не совпадает в классах. Мы сейчас рассмотрим то задание, которое было в десятом и одиннадцатом. Ну и потом можем посмотреть задание, которое было в девятом классе, оно было немного проще, чем задание в десятых и одиннадцатых. Здесь у нас с вами задание связано с синтаксисом, а точнее синтаксической семантикой. Речь идет о значении союза «потому что». Потому что, какой семантик он здесь у нас с вами реализует. Итак, давалось несколько контекстов, а точнее их было шесть, с различным употреблением союза «потому что». Лингвист обратил внимание на то, что эти предложения по смыслу делятся на две равные группы. Понятно, 3 и 3 должно быть в каждой группе. Одну из которых он назвал для себя предложение группы А, другую – предложение группы В. Лингвист провел два эксперимента. Первый – он поменял местами главные предаточные части в каждой из групп, а затем он провел второй эксперимент, попробовал без потери смысла преобразовать в данных предложениях предаточную часть так, чтобы сложные предложения превратились в простые. То есть два разных эксперимента, и вопросы связаны с этими разными экспериментами. Итак, первое задание. Нужно было разделить предложение на две равные группы и объяснить, в чем смысловая разница между этими группами. Указать, что в предложениях одной из групп помогает выполнить это распределение. Здесь достаточно четко определяются баллы за каждую выполненную часть задания. Например, распределить группы вы должны были следующим образом. Первая группа, назовем ее условно А, 1, 4 и 6, и вторая группа, группа В – это предложение 2, 3 и 5. Если вы поменяли их местами, это все равно, соответственно, засчитывалось. Главное, чтобы в одной группе были цифры 1, 4 и 6, а в другой группе цифры 2, 3 и 5. Если эти группы выделены правильно, вы получаете один балл. Если же эти группы выделены неверно, одна из цифр оказалась в другой группе, соответственно, баллы обнуляются. Так, и в чем разница, тоже нужно было указать следующим образом. Записание специфики так называемой. Предложение группы А, то есть предложение 1, 4 и 6, указывает на реальную причину, суть которой отражена в предаточном предложении. Вот две вещи. Причина реальная и отражена она в предаточном предложении. Но это понятно, потому что предлагает союз, потому что здесь реализуют семантику причины. Но если вы опять-таки что-то не указали, свои баллы вы недополучили. Предложение группы Б, это предложение 2, 3, 5, речь идет о причине с точки зрения говорящего. Если мы не написали про говорящего, баллы мы не получаем. Обычно такие предложения отражают не реальность, а мнение говорящего о реальности. И что указывает на это, как раз последняя часть вашего вопроса, это вводные слова или вводные конструкции. Они у вас есть, соответственно, в каждом из предложений данной группы, и вы их должны были привести. Например, должно быть слово или видно. То есть здесь нужно было указать конкретно, обязательно конкретно вот эти вот вводные конструкции. Второй вопрос. Воспроизведите первый эксперимент. Значит, напоминаю, первый эксперимент у нас состоял в том, что лингвист поменял местами главную предаточную часть, взяв в качестве примера по одному предложению из каждой группы, то есть из группы А и из группы Б. Какие свойства предложения группа А и группы Б вы выявили в результате эксперимента? Вот каким должен быть ответ на этот вопрос. Поскольку предложение группы А, это 1, 4, 6, указывает на реальную причину, мы можем поменять местами главную предаточную часть. Но тогда причинные отношения придется заменить отношениями следствия, то есть причинный союз с союзами следствия. И привести примеры, да, их не так много, например, поэтому так, что наиболее потребительные союзы. В предложениях группы Б, 2, 3, 5, поменять местами главную предаточную, возможно. При этом причинный союз при трансформации сохраняет всю семантику, у нас остается. И нужно было привести соответствующие примеры, то есть как взять пример из группы А и взять пример из группы Б. Если вы это не сделали, соответственно, баллы вы не дополучили. За выполнение этого задания было дано 2 балла. Третье задание. Воспроизведите второй эксперимент. Напоминаю, там нужно было разбить на простые предложения и сложные. Взяв в качестве примера по одному из предложений, по одному предложению из каждой группы, какие свойства предложений группы А и группы В вы выявили в результате эксперимента. Коротко ответ. Предложение группы А, 1, 4, 6, можно перестроить из сложных в простые, заменив предаточную часть конструкции с причинным союзом на предлог, например, из-за, по причине. В предложении группы Б, 2, 3, 5 такая замена возможна в том случае, если мы используем предлог, указывающий на основание для определенного вывода, а именно судя по. То есть другой предлог является. Опять-таки вы должны были трансформировать уже данные предложения, не придумывать свои, потому что свои некоторые придумывали какие-то странные, нелепые, бессмысленные предложения. Тем более тут четко написано, взяв в качестве примера по одному предложению из каждой группы. Вот, не дочитываем, плохо читаем. Ну и, наконец, последнее, восьмое задание. Последнее, восьмое задание. Во всех классах был дан один и тот же древнерусский текст. Один и тот же древнерусский текст. Хочу обратить сразу ваше внимание на то, что раз, два, три, четыре. Да, четвёртая строчка. Раз, два, три, четыре. Не все поняли предпоследнее слово. Судя по тому, эти люди у нас не владеют кириллицей. Не знаю, что в кириллическом алфавите были йотированные буквы. И этот йот изображался палочкой такой, да, как похоже на десятиричный, который прибавлялся к букве. В данном случае в букве ас – это слово яйцо, наше русское слово яйцо. Каких только переводов мы не увидели. Слово яйцо и переводилось и словом птица, и словом галка. Ну и, соответственно, те, которые понимали это слово как птица, сделали абсолютно неверный перевод. То есть, не зная алфавита, кириллического древнего алфавита, очень многие, к сожалению, не справились с переводом. Итак, первое задание было в одиннадцатом классе следующим. Выпишите из текста слово, в котором одна из самых частотных русских приставок сохранила свой первоначальный вид, отличающийся от современного. Отличающийся от современного, вот это тоже пропустили очень многие участники. То есть, соответственно, в русском языке данная приставка внешне выглядит иначе. Она частотная, но выглядит иначе. Не так много слов у нас было в тексте, имеющих приставку. Ну, например, о земле разумеет приставка раз, но она у нас сохранилась в том же самом виде. Приставка по, она у нас сохранилась в том же самом виде. Приставка воза, если посмотреть с исторической точки зрения, она тоже сохранилась в том же виде. Приставка О, она также сохранилась в том же виде, она не изменилась, просто здесь на письме она изображается греческой буквой Омега, но по сути она та же. И мало кто обратил внимание на слово внутреннешное или внутреннее, внутренность, да? Вот. А здесь явно выделяется приставка ВН, которая была когда-то в старославянском языке, в древнерусском языке она выделялась, да, она производная, но такой же приставкой когда-то была и приставка ККН, и приставка С была когда-то приставкой СН, это было когда-то ещё в праславянском языке, И вот в некоторых словах она как бы сохраняется с этимологической точки зрения, с исторической точки зрения. Сейчас, конечно, в. То есть это слово явно имеет приставку, но у него очень мало кто обратил внимание. И внутреннее, внутрь, однокоренное слово, которое тоже нам требовалось привести, то есть нужно было выделить эту приставку, подобрать исторически однокоренное слово современного литературного языка, помогающего выделить эту приставку, конечно, это слово утроба или утробный, или внутриутробный хотя бы взяли. Но как-то вот не все смогли выделить эту приставку, потому что, вероятно, проблемы со словообразованием, проблемы с морфемным разбором. Были проблемы и со вторым заданием. Буквально единицы участников 10-го и 11-го классов справились с ним. Смотрите, в каком падеже употреблена словоформа «яйцо»? Да даже по этому окончанию можно понять, что кому, чему, да, яйцо, оно средний род. Это дательный падеж, почему возникли проблемы, почему люди указывали, что это винительный падеж, родительный падеж, еще какой-то падеж. Мало кто правильно указал дательный падеж. Далее. Итак, яйцо – это дательный падеж, безусловно. Какое значение в данном случае выражает этот падеж? Если вы посмотрите контекст, контекст, так, скорлупа, белка, яйца, да, яйца, яйцо, нужно перевести. То есть кому принадлежит, да, ну, в принципе, дательный падеж, он так и будет падежом принадлежности. То есть нужно было указать, что обозначает или указывает на принадлежность, на принадлежность. Только такой вариант ответа бы принимался. Ну, и далее требовалось указать афоризм, афоризм, в котором аналогично используется этот падеж. Понятно, если вы определили винительный, вы афоризм привели неправильно, типа и на старуху бывает проруха, да, странная. Вот, и в этом известном афоризме подчеркивается, что при всем уважении к авторитетам абсолютной ценностью всегда является объективность. Ну, это тоже достаточно известный фразеологизм, который мы считаем афоризмом по степени свободного, так скажем, сочетания слов в нём. Платон не друг, но истина дороже. Конечно, чаще всего он употребляется в латинском языке и в латинской интерпретации, но, тем не менее, в общем-то, нужно знать такие обороты, тем более, что это афоризм. Так, дальше. Дальше было очень интересное задание, помогающее, если мы даже не знаем, ну, как-то додуматься до определённых вещей. Итак, в тексте есть два слова, которым мы обозначаем условно «х» и «у». Эти слова восходят к древним индоевропейским корням, от которых образованы широко распространённые цветовые прилагательные и их производные. Итак, два слова, да, два, вот два слова. Возвращаемся к тексту. Конечно, это слова «жёлчь», догадаясь, что яйцо, это речь идёт о желток, соответственно, о жёлтом цвете. Вот, и яйцо, белок, белка, да, тоже некоторые неправильное слово написали. Вместо «ятя» – это особая буква была кириллического алфавита, написали редуцированное заднего ряда «ер». Не знаем алфавит или уж по невнимательности, трудно предположить, уж мы не снижали за это оценку, потому что другого слова просто нет с редуцированным. Соответственно, жёлтый, белый, да, то есть это они у нас с вами в тексте есть. Что происходило при выполнении этого задания? Да, из комок прилагательных, обозначающих цвет «три», то есть два данных, третий вы должны были найти, потому что оно этимологически родственно другому, одному из этих двух. Укажите их здесь, выполнив задание ниже. То есть понятно, что здесь можно было вписать эти слова потом, не сразу. Я не знаю, то ли, потому что некоторые были невнимательны. То ли, потому что решили вписать их сразу. Здесь была такая путаница. Если вы перепутали слова «жёлтый» и «зелёный», но с «белым» справились большинство, всё-таки правильно вписали. «Жёлтый» и «зелёный», соответственно, если вы их перепутали, это очень важно, потому что образование от этих слов различные, задание считалось невыполным. Тот, кто правильно вписал три прилагательных, «белый», «зелёный», «жёлтый» получили по 0,5 баллов. То есть порядок именно такой. «Белый», «зелёный», «жёлтый» и другой порядок. И, соответственно, какие-то другие прилагательные абсолютно недопустимы. Итак, слово «экс» представлено в древнерусском языке образовано от прилагательного «один», восходящего к корню со значением «сияющий». Учёные отмечают, что это прилагательное имеет широкий спектр значений, не всегда связанных с цветом. И дальше у вас приводятся соответствующие контексты, где данный корень реализует или где-то цветовое прилагательное реализует другое, соответственно, не цветовое значение. Поэтому в первом примере единственным правильным ответом у епископа «ж» волосы какие, раз он старый, седые, седые. Вот. Другие, другое здесь, понятно, недопустимо. То есть надо было написать в значении «седой». «Белый» – это неверно, а некоторые вообще «серый» писали. Уж не знаю, откуда они тут «серый» взяли. Вот. И второй контекст тоже, это не цветовое прилагательное, речь идёт о горнице. Если «сиять», то здесь нужно было написать «чистый». Другие прилагательные не принимаются. Но хочу сказать, что правильных ответов в данном случае тоже было много. Горница чистая, чистая, или кто писал аккуратно, мы всё это тоже принимали. Определяя значение цветового прилагательного 1, в примере 2, учитывайте, что оно сохранилось в наречии. Ну, понятно, если вы здесь не так написали. Наречие набило, образованном от данного прилагательного с помощью приставки и суффикса «о». Набило, не забило, набило. Некоторые тоже писали не ту приставку. Итак, если вы правильно указали седой и чистый, 1 балл вы получили. Такие были. Если вы правильно указали набило 0,5 баллов, это несложно. И, соответственно, мы приходим к выводу, что данное слово из текста – это белка. Белка, да? Белка в форме радио ценного педажа. То есть оно здесь должно было быть выписано. И, соответственно, вы получаете свои 0,5 баллов. Так, далее. Слово «y» представлено в древнерусском языке, восходит к историческому корню, в котором образуются слова, связанные сразу с несколькими наименованиями цветов. Этот корень имеет фонетические варианты, которые отличаются друг от друга начальными согласными. То есть речь как раз вот идёт о зелёном и жёлтом, потому что древний корень гевот имел когда-то общий заднеязычный согласный гевот. Тот, кто слушал лекции, которые вам были выложены в декабре по истории языка, конечно, я думаю, вспоминая процессы по латализации, о которых я очень долго рассказывала, могли бы справиться с этим заданием. Первый вариант корня исторически представлен в слове «y», которое обычно в древнерусском современном языке обозначает жидкость и раздражённое состояние. Тоже означает и второй вариант корня – заимствованность греческого языка и встречающийся в двух словах иноязычного происхождения. То есть иноязычные слова. Некоторые писали «желчный человек», но какой же оно иноязычный? Конечно, оно славянское по происхождению. Укажите эти слова в начальной форме. Они обозначают людей двух разных типов поведения, причём, судя по всему, противоположных. В древности эти два типа выделяют в зависимости от преобладания в организме разных видов данной жидкости. То есть речь идёт о желчи. Считалось, что холерики – это люди, у которых её много, и меланхолики – хол, соответственно, хол – холерик, хол – меланхолик, общий корень. Это люди, у которых этой жидкости меньше. Третий вариант корней с исторически чередующимися гласными или отсутствием гласного обычно указывает на цвет. Это вариант корней, представлен непосредственно в прилагательном, который нередко связывается с отсутствием определённого опыта носителя данного признака. Ну, понятно, да? Это речь идёт о зелёном, да? Говорят человеку, который ещё что-то, чего-то не знает, он неопытный. Но вам нужно было написать не это простое слово, которое содержится в слове, указывающем на растение в виде колоска или на любую луговую полевую траву. Вот смотрите, опять-таки ошибки при написании, при указании слова, которое требуется, были допущены в связи с тем, что не умеем читать. А все обратили, многие обратили внимание на луговую полевую траву, хотя, не знаю, зелень – это не обязательно луговая полевая трава, она и в огородах бывает. А про колосок-то забыли. И отсюда, ну, не все, далеко не все написали правильное слово, которое требовалось писать. Конечно, это слово «злак». Злаковый имеет как раз форму колоса. Только этот единственный правильный ответ давал вам 0,5 баллов. Выделяется в номиновании лечебной или ядовитой жидкости. То есть в одном случае она может лечить, а в другом случае она может отравить. Конечно, это зелье, а не зелёнка, потому что всё-таки зелёнку-то не пьют. И поэтому отравиться ей невозможно при правильном использовании. При этом данный вариант корня содержится в слове, обозначающем пыль. Обычно она серого цвета, который остаётся после сжигания чего-либо. С точки зрения лексики, да, конечно, пепел бы можно было принять, но с точки зрения этимологии это будет другой корень. Поэтому принималось только слово «зола», и за него давалось 0,5 баллов. Пепел не учитывался. А также в слове наименований мягкого драгоценного металла соответствующего цвета. Ну, видимо, раз мы не поняли, о каком цвете идёт речь, люди писали «железо», который всё-таки больше красного, наверное, цвета. Люди писали «алюминий» и вообще что только не писали. Единственный правильный ответ, который, слава богу, был в большинстве работ, конечно, это слово «золото». 0,5 баллов получили те, кто правильно ответил. Далее у нас возникли и со следующими словами проблемы. Потому что, опять-таки, мы не хотим внимательно читать текст, мы не хотим. Впрочем, в древнерусских текстах прилагательные три «глаза» – это глаза, то есть какого-то цвета, какого-то цвета, то есть тёмно такого-то цвета. Тут слово «цвета» отсутствует. Обратите внимание. Нельзя говорить «коричневый». Тот, кто написал, тот не получил балла. «Глаза коричневого цвета», но тёмно-коричневые. Коричневого цвета можно сказать. То есть слово «глаза», если вы помните, имеет, точнее, слово «карий» имеет достаточно ограниченную лексическую сочетаемость. То есть нельзя сказать «у неё коричневые глаза», можно сказать только «карий глаза», но можно сказать тёмно-коричневого цвета. То есть в сочетании со словом «цвет» прилагательный коричневый употребляется, но в сочетании со словом «глаза» это будет лексической ошибкой. Помните, пожалуйста, об этом, ведь вам предстоит писать различного рода работы. Итак, глаза только карие. Кто написал коричневые, соответственно, баллы не давались. Кто-то уже поменял местами и написал здесь тёмный карий, тоже это не учитывалось. Наименование данного цвета исторически родственно названию пряности. Укажите название её. Но здесь, к сожалению, вариантов ответа тоже было много. Мало, конечно, кто неправильно указал. Большинство всё-таки написали верно, что это корица. Почему? И цвет-то коричневый от слова «корица» с чередованием «ц» и «ч» шипящего и свистящего. Но некоторые посчитали, что заимствование «кори» тоже подойдёт, хотя слово это означает соус, они вообще никак не связаны с цветом. Ну и некоторые умудрились написать ещё кориандр как вариант ответа. Ну и, наконец, на сладкое у нас с вами перевод текста. Перевод текста. Вот я его вам ещё раз покажу, чтобы вы посмотрели и поняли, что, в принципе, данный текст был не таким сложным. Итак, о земли разумеи. Это форма повелительного наклонения. Очень похоже на современную, да? Тут можно было перевести и «понимая земли», и «разумея земли» это принималось. Земля – это желток посреди яйца. Тоже всё написано. Небо и воздух – это скорлупа. Вот это слово «черепка» тоже некоторые решили не переводить, написали в том же виде, что есть. Соответственно, баллы недополучили. Черепка – это скорлупа. Небо и воздух – это скорлупа и белок яйца. Как окружает скорлупа внутренности яйца, так окружает землю, небо и воздух, а земля находится посередине. То есть нужно было правильно перевести ключевые слова «желчь», не в том виде, не «желчь» ни в коем случае, белка, то есть белок, черепка, скорлупа. Нужно было правильно перевести уже упомянутое слово «внутренничное». Нужно было правильно перевести синтаксическую конструкцию «небо же воздух, черепка, белка», как «небо и воздух» – это скорлупа и белок. Нужно правильно было выделить смысловые фрагменты во второй и шестой строке. Если вы это не сделали, перевод ваш не получился, соответственно, даваемые 4,5 балла за перевод вы недополучили. Я хочу сказать, что среди участников были те, кто приблизился к тому переводу, который был дан разработчиками, и 4,5 балла или 3,5 балла все-таки в работах у кого-то есть. То есть тот, кто понял и не нарушил значение данной фразы, постарался близко передать контексту, понятно, данные баллы получил, данные баллы были получены. Так, теперь, что касается заданий, которые были в отдельных классах. В отдельных классах. Это задание 5, которое было в 9 и 10, и задание 7, которое было только в 9 классе. Я сейчас напомню вам эти задания, суть и какой ответ должен был быть дан на эти задания. Итак, задание 5, которое было и в 9 и в 10 классе. Проанализируйте приведенные отрывки из текстов XVIII-XIX веков, найдите в них местоимения существительные, которые не имеют в современном русском языке форм падежей. Не имеют форм падежей. Выписывали личные местоимения, которые имеют все формы падежей. Нужно было выписать их в начальной форме и указать разряд. Контекст был такой. Они поверили, что Бог назначил его к ничему великому. Ничему, то есть это нечто. Надо так и было выписать эту начальную форму, потому что по условиям задания так и написано. Он иногда плакал, иногда, возводя глаза в небо, попросил отпущения грегов некому, а имени которого не упоминал никто. Конечно же, это местоимение «никто» и семантика у того и у другого будет у нас неопределенная. То есть это и требовало указать. За то, что местоимение неопределенное, если вы указали, давался один балл, за начальную форму «нечто» и «некто» тоже по одному баллу. То есть стоимость вопроса – три балла. Далее, во втором задании нужно было записать в начальной форме два представленных в современном русском языке местоимения с той же приставкой. Напоминаю, эта приставка «не» и с тем же значением, то есть неопределенности, что и подчеркнутое слово в предложении «три». Ну, предложение «три» у вас яси и град ради некакой надобности. Если какое-либо из них может иметь несколько вариантов в той же грамматической форме, что и подчеркнутое слово, перечислите все эти варианты. Слово определили некие и некоторые, верно. У слова «некий» в основном нашли вариант «один», например, «некой». «Некой» нашел, по-моему, только один человек и за это слово получил, соответственно, балл. За форму «некой» только 0,5 баллов. И третье задание тоже было, в общем-то, несложным в данном вопросе. Выпишите с предложениями местоимение на речи, определите его значение, назовите представленное в современном русском языке местоимение на речи того же разряда, образованный таким же способом, как и выписанное вами в данном пункте слово. Определите его значение, приведите пример употребления. Опять-таки, все, что требовалось, нужно было сделать. Соответственно, нужно было выписать на речи «негде». Оно у нас на первом месте как раз стояло. Его значение здесь кое-где, где-то неопределенное. Современное слово, которое требовалось написать «некогда». Кстати, правильно написали, но не все правильно определили значение. Некоторые написали «нет времени». «Некогда», то есть когда-то, неизвестно когда. Соответственно, если значение не определили, то баллы недополучили. Если пример привели неверно, то, соответственно, и не зачли задание. Задание такое не очень большое, и за данное задание давалось 10 баллов. 10 баллов. Но, тем не менее, не все эти баллы получили. И девятое класс, седьмое задание, оно было тоже по синтаксису, связанное со словом «же». Задание было очень небольшое, всего два вопроса. Какой принцип был описан лингвистом в конструкциях со словом «же», их тут было шесть конструкций. Как он распределил это предложение по группам? Укажите основания для каждой из групп, опираясь на этот принцип. Никто из тех, кто выполнял это задание, не указал, что в основе лежит синтаксическая функция распределения по группам служебного слова «же». Соответственно, баллы недополучили. Разделение по группам 1, 3, 4 – первая группа, и вторая группа 2, 5, 6 – тот, кто правильно сделал, получил один балл за правильное распределение. Если вы правильно указали функцию слова «же» в первой группе, а именно присоединительное, то получили 2 балла. И за функцию во второй группе слова «же» – противительное, тоже получили 2 балла. То есть за распределение по группам балл, за синтаксическую функцию – 1 балл, за присоединительную функцию «же» в первой группе тоже 2 балла, и во второй группе запротивительную 2 балла, то есть 6 баллов – 1, 1, 2 и 2. Да, 6 баллов. И второе задание – какое предложение можно отнести к обеим группам, нужно было аргументировать свой ответ. А вот какое предложение нужно было отнести и к той другой группе, то есть там, где есть и присоединительная семантика, и противительная. Один из ранних моих рассказов назывался «Кем я мог бы стать?». Ему же подошло бы название «Кем я не мог бы стать?». Это Война Ильич. Здесь действительно можно установить и присоединительную семантику, как вторая часть дополнения к первому, так и противительную. То есть, с одной стороны, можно предположить, что автор считает оба названия приемлемыми для своей книги, и то, и другое. А с другой стороны, что этот фрагмент рассматривается как изменение позиции автора, то есть вторая часть. То есть произведение необходимо, название произведения, его заголовок необходимо заменить на противоположное. Почему противоположное? Первый «Кем я мог бы стать?», а второй «Кем я не мог бы стать?». То есть именно семантика этих названий говорит вот о противительной семантике. То есть как бы она тоже подчеркивает ее. Вот, за эту часть задания давалось 2 балла, при условии, что все будет расписано. То есть максимальное количество баллов – 8. Также в 8 задании в 9 классе было другое слово для разбора, а именно было слово «воздух». Я тоже быстренько остановлюсь на нем. Слово «воздух», где требовалось представить словообразовательную цепочку. То есть определить, как оно образовалось. Воздух нужно было указать, что оно у нас от слова «дух», а «дух», в свою очередь, от глагола «дуть». То есть и сказать, что «воздух» – это приставка «воз» обозначает то, что находится сверху. Были правильные ответы, но их, к сожалению, было не очень много. То есть мало кто, опять-таки, нашел слово и определил значение, правильное значение приставки и выстроил эту словообразовательную модель. То есть за 8 задание очень многие участники недополучили баллов. Ну, опять-таки, прежде всего по невнимательности. Ну и на втором месте я бы поставила недостаточное знание предмета. Очень обидно, потому что три лекции по истории русского языка были выставлены в интернет на обозрение на сайте Ивановского государственного университета в разделе «Абитурентом». Я проверяла, все это было в приличном виде. И также лекции по современному русскому языку, но, судя по всему, либо не знали, либо не захотели посмотреть. Очень жаль. Итак, уважаемые участники Олимпиады, мы с вами рассмотрели, сделали обзор каждого из 8 заданий, которые были вам предложены. Что я хочу сказать. Прежде чем вы, посмотрев свою работу, захотите написать апелляцию, пересмотрите видеоразбор. Я думаю, многие вопросы снимутся. Это первое. Будьте, пожалуйста, внимательны, не как в то время, когда вы выполняли задание. И второе. Подавая апелляцию, вы должны помнить о следующем. В результате рассмотрения апелляции баллы могут быть повышены, что бывает крайне редко. Баллы, разумеется, могут быть оставлены на том уровне, которым они были, но и в случае пересмотра работы, баллы за выполнение работы могут быть понижены. Поэтому, пожалуйста, если вы сомневаетесь, не рискуйте. Не рискуйте. Иначе окажетесь в самом низу таблицы. То есть, если проверяющие апелляционной комиссии найдут еще какие-то недочеты, которые не дошел человек, который проверял, эти замечания будут все вам выставлены. И при пересчете баллов, соответственно, может произойти понижение. Может произойти понижение. И еще, тот, кто собирается прийти на апелляцию, она будет тоже в режиме онлайн. Не забудьте приготовить паспорт. Не забудьте включить камеру. Только в таком случае может состояться разговор. При наличии документа, удостоверяющего вашу личность. Раз. И, пожалуйста, перед камерой вы должны предстать обязательно один или одна. Никаких собеседников рядом не должно быть. Все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует.